доброе утро это обзор анализ курса доллара евро рубля давайте рассмотрим что происходит и какие основные факторы влияют на курсы валют так ну вот китайский фондовый индекс сессия 300 сегодня он торгуется в легком минусе однако видим что здесь скорее всего произошел разворот начинается движение вниз по крайней мере в рамках проторговки вот этой и это будет оказывать негативное влияние на фондовые рынки в первую очередь на черме конечно еще вопрос как сегодня он закроется вот но уже как бы обозначилась негативная тенденция локальная пока так но вот российский индекс rgb ай о фс на исторических аях находится пока исторических а и он не переделывает а идет консолидация с поджатием на на верхах то что таким образом идет поджатие сужение диапазона такие движения приводят к тому что развивается выход судя по наклону этот выход будет наверно вниз цель его движения по-видимому будет 152 с половиной 153 вот сюда но пока держится на хаях это говорит о том что устойчивый спрос на рубль для того чтобы покупать рублевые активы облигации акции и соответственно плюс на рубль положительное влияние оказывается так много цена нефти в рублях мы видим подошли к определенному рубикону это 2 700 2 800 соответственно здесь начинается проторговка но хочу сказать вам что конечно для российской гос машины выгодно чтобы этот показатель ушел наверх вот его наверх это либо взрывной рост нефти либо обесценивание рубля тогда бюджет будет очень хорошо но по крайней мере так как надо наполняться вот сейчас мы топчемся в этом диапазоне но движение по направлению как минимум к трём 500 скорее всего рано или поздно разовьется ну и здесь либо нефть вырастет 50 плюс или что-то другое произойдет пока мы находимся в неком стабильном диапазоне но даже по графику видно будет движение наверх закрытие гиппо и отработка цели которые находятся наверху так далее американский индекс точнее фьючерс на смп но у нас здесь пошел взрывной рост пока не до конца понятно на чем точнее понятно вопрос только обоснованности такого роста ну смотрите вот здесь мы тестируем диапазон 3052 3130 вот это и по факту пробития 3130 закрепления у нас открывается портал движения цель которого 3350 3400 вот сюда вот вот но вопрос в том закрепиться он выше 3130 или нет если закрепиться то скорее всего такое движение разовьется по что растущий тренд он никуда не делся вот но с другой стороны вот уже от этого уровня вполне может произойти и отбой такое тоже может вполне случиться и поэтому здесь надо внимательно за ним наблюдать как он торгуется и вообще перевалится ли он за 3130 или нет на сегодняшний день он какая позитивная динамика идет здесь критический уровень который будет указывать на то что начинается коррекции что-то явно идет не так первый уровень это пробитие 3100 и второй уровень если пойдет пробитие 3068 3068 3052 от этого диапазона если этот диапазон будет пробит то скорее всего начнется какое-то резкое снижение так вот вчера вечером писал когда воскресенье делал обзор я обратил внимание что по иене я на доллар там не совсем типовая ситуация как для других валют я начала ослабляться начала ослабляться и здесь у нас по иене цель движения на 110 110 111 у казалось бы ослабляется и ослабляется но я на эта часть индекса доллара это раз и во вторых е на она принимает очень существенное участие в движении капитала то что то что здесь пошло это негатив для индекса доллара и в ближайшее время возможно это негативно повлияет и на евро обращаю ваше внимание сегодня ключевой день касательно вообще как бы судьбы капитала сегодня решение поставки ецб евро центробанка это раз потом сегодня вечером выступления представителя ецб это два и в третьих по традиции в четверг у нас данные по американской безработице поэтому день сегодня будет просто термоядерный календарик сейчас чуть попозже выйдет в telegram и у вас будет возможность держать под рукой все это там уже размечено и использовать в торговле так мои вот индекс волатильности викс тестирует минимальные значения за длительный промежуток времени и соответственно сейчас если будет пробой низа который нас сформировался где-то в районе 25 и 7 соответственно если уходим от текущих значений и идем на двадцать два пятнадцать и тем более если пробиваем то здесь уже наверное ожидать стоит роста на 3 400 по smp ну и это будет дополнительный позитив для российского фондового рынка пока здесь найдет вот движение вниз ослабление викса тем более если сейчас будет пробой вот этого диапазона то это значит что эйфория продолжается идет полным ходом так но данные энерго потребление сша электричество то есть здесь эти данные указывает на то что рост электричества идет то есть экономика восстанавливается так или иначе ну по крайней мере явно не на военку они тратят не на полицейских то есть несмотря на беспорядки идет также рост и потребления электроэнергии то есть это говорит о том что страна как-то выходит с карантина то есть но там кто-то в шутку написал что они на приставке их и тратят но тогда бы они на них раньше тратили пока на карантине сидели так конечно же это идет выход с карантина и экономика кое-как в развалочку набирает оборота так ну вот я еще опубликовал вчерашние данные по размещению фс действительно здесь они достаточно были позитивные для фазе для рубля спрос превышал превысил предложение разместили разные серии там три серии были на 108 миллиардов рублей то есть это говорит о том что на рубль пока спрос идет а пока есть спрос на рубль то соответственно никто рубль не будет ослаблять против доллара и евро но здесь видите ситуация находится на хаях при том что общем-то восстановление пока никакого и близко не произошло мировой экономики и она в любой момент может внезапно развернуться и к этому надо быть обязательно готов так друзья далее dx ай индекс доллара но смотрите сейчас у нас очень важные дни идут вот здесь есть существенный уровень который проходит 97 36 35 вот если он закрепляется все-таки под ним то отсюда наиболее вероятно зовется дальнейшее движение по ослаблению доллара и уже это будет коридор 96 395 82 если такое движение сейчас пойдет то есть он все-таки закрепляется ниже этого значения и идет где зону то это вызовет продолжение эйфории на рынке то есть будет расти снг будет расти российские ключевые бумаги будет укрепляться рубль но как только все-таки вот это оформляется в разворотную формацию а вероятность такого уже приближается мы видим и не видели с вами поение то есть я на это ключевая валюта участвующая в движении капитала мирового и соответственно то что евро начала ослабляться к доллару это может быть первым звоночком то все-таки дикса и уже на подходе развернется и соответственно это запустит механизм рисков и механизм рисков приведет тому что рубль будет падать против доллара и евро евро будет падать против доллара и соответственно начнется выход из российских рублевых активов сегодня заседание ецб принятие решения по ставке европейский европейским банком и сегодняшний день он может быть разворотным такое может быть надо очень внимательно следить что там происходит туда чего не договорятся плюс данные по безработицы сша как обычно по четвергам так мы все детально часовой таймфрейм смотрим то здесь у нас все-таки закрытие было ниже вот этого волшебного уровня и как только это закрытие дневного таймфрейма произошло он отсюда видите как пуля просто вылетел и сегодня он уже торгуется выше этого значения вот если он все-таки уходит ниже этого значения и будет на протяжении какого-то времени закрываться ниже этого значения ну тут один-два дня это будет вполне достаточно то это будет означать что движение вниз то есть ослабление доллара она продолжается ваш пока это больше похоже на разворотную формацию и соответственно с учетом того что во первых евро я на себя так ведет он ослабляется это раз во вторых сегодня ключевые решения по финансовой политике европы заседание ецб и сегодняшний день может стать разворотным и привести к ослаблению евро и ключевых валют против доллара поэтому сегодня все внимание на ецб так вот календарик давайте взгляд итак по ецб вот эти все ключевые решения начинается в 1445 соответственно 1445 по москве может стать ключевым временем для разворота по рынкам и по евро к доллару второй момент 1530 когда опять данные по безработицы сша выходит здесь тоже может тряхануть и далее в 1530 опять же обратите внимание какая насыщена середины дня в 1530 начинается пресс-конференции ецб то есть вот у нас скажем так термоядерный период это 1445 тире где-то ну 16 016 30 вот за этот промежуток времени может произойти очень много событий которые очень серьезно повлияют на рынке либо здесь происходит у нас перелом мы начинаем падать либо это послужит возможным дополнительным топливом для движения вверх для фондовых рынков и для дальнейшего роста евро и рубля против доллара так друзья далее возвращаясь курс рубль доллар на что хотел обратить внимание дневной таймфрейм смотрите у нас вот этот гэп полноценно он так и не закрыт темам свечи не покрыли то есть гэп этот остается открытый это раз с другой стороны цели которые здесь были они отработаны это 2 то есть к тому что здесь есть определенный потенциал уже для ослабления рубля но опять же здесь сейчас все за зависит от заседания и cb к чему они там придут и и насколько негативные данные после безработицы сша выйдут на дневке у нас разворотная формация и вот у этой разворотной формации на дневном таймфрейме цель движения находится на 70 целых девять десятых вот сюда то есть возврат вот этого диапазона пробития и движения наверх укрепление доллара к рублю вот судя по дневному таймфрейм она должно произойти вот сюда и судя по динамике опять же я участку к технику смотрю я не говорю там что может быть что не может быть может быть 50 или может быть там сто тысяч пятьсот вот исходя из технической картины здесь весьма вероятен разворот и цель движения будет вот сюда но опять же я пока не утверждаю сейчас мы посмотрим более короткие таймфреймы и посмотрим нефть так друзья но вот наша дорогая черная жидкость здесь картина конечно она не очень позитивная сразу могу сказать почему она не очень позитивный у нас во первых разворотная формация на дневках который указывает на движение вниз это раз но такие разворотные формации уже были и они общем-то не привели никакому обвалу это вполне обнадеживая и с другой стороны мы не закрепились выше сильного уровня то есть того уровня которые должны были на одном дыхании пробить и улететь наверх вероятно что будет все таки его пробой закрепления на есть но с учетом того как это все здесь происходит какая динамика движения какие объемы могу предположить что наиболее вероятно это либо сейчас про торговка в диапазоне диапазон 38 и 139 и 7 или же вообще как вариант разворот и отсюда движения сначала в диапазон тридцать шесть и семь тридцать пять и три ну а дальше посмотрим как будто развиваться события но в любом случае здесь уже не айс и скорее всего вот мы сегодня про болтаемся тридцать восемь и пять тридцать девять и семь если какое какое-то чудо случится в плане того что опек там позавинчивал добычу то конечно мы увидим пробой тридцать девять и семь еще одну попытку закрепления выше этого уровня но пока такой сценарий судя по дневке маловероятен так но 4 человек показывает что здесь попытка разворота но эта попытка разворота она перешла к проторговки в диапазоне тридцать восемь и семь тридцать девять и семь соответственно пока нижняя граница не пробита а нижняя граница по 4 часа веку тридцать восемь и семь тридцать восемь и три то продолжается проторговка на хаях это проторговка все еще имеет шансы того что пойдет пробитие сформировавшегося верхнего диапазона это тридцать девять и семь сорок пятьдесят три и вот если диапазон на объеме пробивается то здесь уже возможно все движение на 47 но вот эта нижняя граница если она будет пробита начинается значительное корректирующие движение по нефти и здесь вот первая цель это возврат вот в этот диапазон вот здесь есть определенная информация которая все-таки указывает по 4 часа веку что скорее будет здесь консолидации на хаях то есть проторговка в этом диапазоне так но почти часа веку у нас пошел разворот в чистом виде вот здесь у нас по часа веку вопрос заключается только в том будет ли сейчас разворот от 39 16 до 38 75 вот из этого диапазона вполне может быть разворот и цель движения здесь составит 40 целых двадцать пять сотых но даже скажем так 40 целых 40 целых двадцать три сотых вот это будет том случае если сейчас от текущего значения происходит отбой если отбой не происходит движение продолжается и будет пробитие нижней границы то сначала для для начала мы увидим уход вот сюда вот в этот диапазон 38 08 37 3 и в дальнейшем если не будет закрепление я отстрела наверх разовьется падающее движение которое будет постепенно давить и вести на 31 и 1 вот но пока здесь картина более менее оптимистичным держания вот здесь вот верху и попытка отсюда сверху протестировать 40 и 3 и сходить далее наверх и так возвращаясь рубль-доллар рубль-доллар здесь общем то есть ряд факторов который указывает на то что сегодня может быть разворот и укрепление доллара к рублю но это будет по-видимому во второй половине дня так но ты часа вик у нас по рубль-доллар достаточно бодрый он указывает на то что все-таки пошел рост пошел рост здесь у нас с утра на открытие цель движения но первая цель она рядом находится это 68 75 и потом соответственно тестирование вот этого диапазона 68 92 68 75 но обращаю внимание внизу осталось незакрытая цель 68 35 он ее так или иначе будет закрывать вопрос только как это произойдет это будет короткий укол и потом возврат выше 68 55 или в том случае если продолжается риск она идет рост цены на нефть к 47 то мы увидим пробитие вот этого диапазона отработку 68 35 и дальнейшее проседание с целью движения отсюда на 66 сегодня я думаю эта ситуация весьма вероятно определиться потому что ставки по евро это движение капитала соответственно если будут приняты дальнейшее ослабление финансовой политики снижение ставок то это может привести к ослаблению евро против доллара и здесь мы увидим стремительное укрепление доллара к рублю и возможно снижение нефти так но переходя к 15-минутному таймфрейму смотрите здесь у нас действительно получается цель движения с утра это 68 85 в том случае если будет пробить и 68 95 на растущем объеме то здесь вполне вероятно мы отсюда сразу увидим движение по закрытию цели которая на 69 и 269 27 находится в этом диапазоне если с утра мы увидим движение вниз и про больше 68 50 лет на растущем объеме то в такой ситуации это еще не будет означать что мы начнем укрепляться по рублю дальше здесь сформировался растущий тренд может быть короткий задерг на 68 48 вот по факту этого задерга если здесь не пойдет закрепление проторговка мы увидим возврат доллара к текущим значением 68 63 и отсюда попытка роста отработка цели которые 68 85 если здесь закрепляется дальнейший рост доллара будет продолжаться если пойдет движение все-таки вниз по доллару то есть укрепление рубля и мы увидим пробой диапазона 68 45 68 39 то это будет означать что дальнейшее эйфория продолжается будет возврат вот в этот диапазон 68 55 68 24 тестирование нижней границы и попытка ее пробой и уход на 66 но с утра скорее всего мы увидим отскок цель которого 68 85 но про стоп и помним про то что есть цели внизу первое это 68 48 и 2 это 68 и 3 то сюда может сгонять и потом отрикошетить если нефть растет индекс доллара продолжает падать то разумеется мы увидим траекторию движения отработка этих целей потом пробитие нижней границы и дальнейшее укрепление рубля на 66 пока больше вероятности того что с утра какое-то легкое движение вверх по укреплению доллара произойдет так друзья вы смотрите по евро рубль дневной таймфрейм здесь судя по формации которые представлены вполне возможно что произошел разворот по евро рублю и евро будет укрепляться к рублю первая цель движения находится на 78 178 и 3 вот в этом диапазоне если все-таки пойдет пробитие 76 46 что я думаю маловероятно то здесь у нас первая цель движения 75 и 6 и случае пробития на объеме уход на 73 78 такой сценарий сразу скажу сейчас маловероятен здесь у нас будет скорее всего проторговка в диапазоне и дальнейшее укрепление евро к рублю так вот на часовике у нас картина следующая на открытии у нас скорее всего будет укрепление рубля то есть вот откат в рамках вот этой консолидации на 76 84 если пойдет пробитие на объеме 76 8 то мы сразу получим отработку цели которые находятся на 76 и 6 вот здесь вот есть определенная цель в этом диапазоне эту цель скорее всего он отработает и после этого если не будет пробитие 76 5 на объеме мы увидим отсюда откат и соответственно движение на первую цель который 77 5 сейчас как бы текущая формация указывает на то что с утра будет колебательное движение скорее всего диапазоне 76 95 77 16 но далее скорее всего отсюда разовьется укрепление евро к рублю по факту пробоя вот этого диапазона 77 16 77 23 мы увидим отработку цели которые здесь осталось у нас это диапазон закрытие 77 41 77 и 5 закрепление выше 77 87 48 закрепление выше 7 7 48 на объеме приведет дальнейшему росту евро и здесь есть среднесрочная цель который находится на 78 55 по сути здесь произошел разворот с высокой степенью вероятности и я думаю что вероятность высока того что начнется движение вверх в паре евро рубль но оранжевая линия это 76 84 есть она пробивается скорее всего пойдет дальнейшее укрепление рубля ослабление евро и красная линия это пробой 76 5 если пробивается укрепляется это будет означать что в силу каких-то процессов рубль продолжает расти к евро но мы с вами видим что здесь судя по динамике произошел выход отсюда из этого диапазона и начал развиваться так или иначе рост по отработку по отработке вот этой первой цели 77 5 все спасибо за внимание